Девушки отдыхают А в великане и маленьком мальчике Давным-давно в одной семье было три сына Старший, здоровенный детина Средний, толстый, как бочонок А младший такого маленького роста Ну, очень маленького Эти старшие братья все время младшего обижали Обзывали мальчиком с пальчиком Дразнились Тра-ля-ля, тара-ра, ты не больше комара Собрались однажды братья в лес за хворостом А младшего с собой не взяли Но мальчик-мальчик был очень разумненький Пошел за братьями, а чтобы не заблудиться Бросал по дороге камушки Собрались старшие братья хворост А дорогу-то домой найти не могут Начали они реветь, ну прям как девчонки А тут и мальчик-мальчик подоспел Хватит реветь, идите за мной И вывел братьев из чащих Вот хворост закончился, пошли они снова в лес Мальчик-мальчик за ними А в кармане у него был кусок хлеба Он отщипывал от него и бросал А птицы все склевали Ух, не найти теперь дорогу домой Пришел мальчик-братьев, а они на полянке сидят Вдруг в кустах кто-то как заурчит Старшие братья от страха на деревья забрались А мальчик-мальчик рассмеялся Вот трусы, это ж кот обыкновенный Кот вышел из-за кустов И человеческим голосом говорит И необыкновенный, а кот в сапогах я Смешной такой, он же еще в шляпе с пером был Обрадовались братья, спустились с деревьев И попросили показать дорогу домой Но кот сказал, что некогда ему Дело у него важное к великану Вот когда он это дело переделает Тогда и дорогу покажет Братья опять реветь Кот в сапогах пожалел их и говорит Ну пойдемте со мной в замок, там вы переночуете Вот они такой компанией и пошли в гости к великану Дверь была открыта и они вошли в большущий зал А великанище за столом сидит Увидел он братьев и кота И громко так говорит О, вот и вкусный ужин Сам ко мне пожаловал И облизнулся Мальчик с пальчиком умненький был Сразу понял, что они в замок к людоеду попали Ужас А кот хитренько подметнул мальчику А потом и говорит Великан, великан, какой-то ты негостеприимный А я слышу, что великаны любят перед гостями превращаться Ну, ты, наверное, не умеешь Великан усмехнулся и раз Превратился в огромного льва Старшие братья от страха под стол забрались А кот сапогах даже усами не повел И говорит Ну, во льва каждый дуралей может А вот во что-нибудь черенькое, маленькое Лев удивился и лебац По столу побежала мышка и запищала Кот как бросится на нее Аж из сапога выскочил Сляпу потерял Всю посуду на столе опрокинул А мышка-людоед увернулась и шныр в кувшин Тут мальчик с пальчиком не растерялся И закупал горлышко пробкой Вот людоед и попался в ловушечку Все обрадовались Кот надел сапоги, шляпу и стал распоряжаться по-хозяйски Старших братьев отправил спать Не сидеть же им под столом всю ночь А мальчика отвел на балкон и показал дорогу домой Но потом и спать его уложил Утром братья пошли домой А мальчик с пальчиком дорогу им показывал С тех пор мальчика с пальчиком больше никто не обижал Теперь вы запомните Какой бы ты великан ни был, нельзя маленьких обижать Любой мальчик с пальчиком, если он умный и смелый Может победить даже самого страшного и злого великана Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok